Приветствую всех, с вами Зло и Аллатристы, и сегодня у нас на Мерной Миле опять безумное сравнение кораблей по вашим заявкам. Сегодня Саша сейчас, вернее Саша сейчас нам расскажет, что у нас будет сегодня. Ну, нас просили сравнить дымой на Ямату, прям несколько раз даже писали, и мы сами думали, что надо сравнить линкоры и крейсера. Тем более линкоры у нас, по-моему, на начальных уровнях страдают, не по статистике, но просто страдают. Их крейсера выжигают, то есть какой-нибудь Феникс, там, с 12 километров, спокойно это делает. Сейчас посмотрим, может ли то же самое происходить у нас на десятых уровнях. Да, совершенно верно, опять же напоминаю, чтобы не было хвата не за подгоревшие стулья. Да, полностью обвешаны зеленью абсолютно все корабли, полностью все там голдовые ремки, аварийные команды, восстановительные работы. Ну, и, разумеется, корабли увешаны модернизациями по самой Нигаре, и все 19 очков навыков командира, так сказать, распределены. Не считаем это зазорным, считаем, показать нужно все по максимуму, а там уже дальше поправку на ветер будете делать сами. Это несложно для человека, думающего. Единственное, сигналов у нас нет, просто их не насыпали на пресс-аканты, но там, я думаю, не сильно это будет влиять в нашем сравнении. Ну, что, в любом случае, сигналы будем использовать одинаково, использовать будем оба. А по модернизации так не влияет, потому что у нас разное время, разная скорострельность, разные орудия, все-таки с модернизацией всякие влияют. Вот, все, я тебя вижу, 15 километров, после золота ты засветился, летит у тебя этот твой паровозик, волшебный по нему. Да, летит, я пробую все-таки порвать дистанцию, просто потому что у меня гораздо хуже баллистика, чем у тебя, и снаряды летят, конечно, просто в вечность. Ну, был какой-то прострел насквозь, ребят, прострелы насквозь у нас, напоминаем, ББшками, также наносят... Опа, а тут с кормой что-то на дурака вылетело, 4,5. Вот, но... Ну, да, кстати, если бы я ровненько шел, вообще бы ничего не вылетел. Сань, есть пожар первый. Вот, дамаг у нас наносится при сквозном пробитии. Дамаг у нас не наносится. Убрали кинетический урон, то есть, если у вас рикошет или не пробой, то тут, в общем-то, ничего не происходит. При пробитии все законно. Так, вот летит меня залп, хочу посмотреть на это. Ой. Ой-ой-ой, да. Ну, вообще, когда стреляешь по маневрирующему крейсеру, это во многом еще и такой чисто психологический момент. Вы должны сванговать, как он в следующий раз повернется. Так, что это было? Одно попадание и вообще без... Да, да, да. Ну, окей. Мне тоже понравилось. Так, как-то слабо ты горяшь. Не хочешь выгорать. Ремка, ремка работает. Ну, да. Она же у американцев фишка, она же работает какое-то определенное время, Сань. А, ну, зато перезаряд, конечно, долгая. Вот сейчас, кстати, был пожар, но пожара нет. Вот были у тебя сейчас будут оркеды, мне было уже плохо. Ну, сейчас мы попробуем из зала, ребята. Из зала тоже, да. Так, стреляю чисто на самими башнями, я очень боюсь к себе. Ух, как, но сквозь пролетело. Ну, у меня, наверное, тут уже можно подключать... И пмк... Пмк у тебя уже давно подключилась. Ну, я только сейчас поставил. Вот так вот. Так, горишь. Да, два очага пожара есть. Стрелять уже приходится с вертухи, потому что слишком близко стандартный прицел уже не опускается, бинокль который. Так, ну... Да, все. Ну, слушай, монтажа же сейчас скорострельности и количество столов, мне кажется, взяла. Возможно, ну, блин, как-то оно прямо еще жесткое, оно еще не горело у тебя почему-то. Ну, ребят, раскроем вам ужасный секрет, на самом деле мы уже поиграли на Ямато, отсняли, но у меня крашнулась программа по записи, мы переигрываем заново, там, в общем, дымой Ямато-то укатал. Если честно. Так, теперь ты берешь зал, да? Давай, попробуй, я не буду в этот раз сближаться. Так, ты создал? Ты создал, да? Нет, 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 я тебя жду. Все, я создаю, ты берешь зал, я готов, жду тебя в тренировочной комнате. В общем, как вы видите, Демойн проиграл, причем проиграл с разгроманным счетом. Опять же, напоминаю, это не потому что там Алатриста был на Монтане с Ашином Демойне, мы сейчас не меряемся толщиной и длиной главных калибров. Мы сравниваем корабли. Тесты достаточно наркоманские, но цель основная этого мероприятия, чтобы вы не тратя свои деньги, что виртуальные, что реальные, могли посмотреть, что-то сравнить и для себя извлечь полезное. Ну да. На этот раз я, наверное, дистанцию все-таки попробую держать, потому что у меня более-менее баллистика, и я должен лучше попадать на дальней дистанции. То есть, дай попробую. Ну, у тебя сколько? В 8 с чем-то секунд летит снаряд на максимальный дистанции. Давай, вот, 15 километров сейчас замеряю. Нет, уже замерю. 15, сейчас хоть что-то поровненько-ровненько. Ну вот, 8 и 13 секунд. Слушай, у меня тебе плохие новости, 89. Ну, ок, ок. Разумеется, я считаю, что я буду нибудь на тебя разброс. А мне не такой разброс. Плюс, кстати, у омеров, по-моему, больше разброс на дальней дистанции, чем у Ябов. Но зато стволов, Саш. С 12 штук. Зачастую это решает. Иногда бывает так, что вот мы сейчас, конечно, на Ямато, вот после этого боя начнем уже вам Ямато показывать. Но с предыдущего боя, что можно рассказать? Там было, Сашка играл на ЗАО, я был на Ямато. Я в него даю залп, я в него не попадаю. И один снарядик там где-то его касается. У Сани просто 3-хп улетает. Как от волшебной палочки. Фея пролетела, хвостиком махнула, яичко из-за выражения упало и разбилось практически. Вот, поэтому с ББшками шутить вообще опасно. И одно и то же единоборство может происходить с совершенно разными результатами. Слушай, а можешь все-таки попробовать прямо на тебя перейти и торпеды пустить в последний момент? Ну, вообще, в принципе, наша задача сейчас испытать дуэль. Может ли сферический зал в вакууме угробить сферическую монтану? Наверняка, может быть, так и лучше сделать. Потому что, ну, объективно, что крейсеру тяжело против ББ скорострельного американского линкора. А мне придется маневрировать, какое-то время не стрелять, чтобы... Я не хочу дать, чтобы ты сблизился, подпустить тебя и получить торген. Причем, кстати, если на самом деле ты развернешься и будешь просто бегать от меня, то это тоже будет не очень хорошо. Для меня, опять же. Ну, давай попробуем. Давай-давай-давай. Так, только где-то. Ну, я иду прямо на флаг. Прямо на него ломлюсь. Сейчас я в квадрате захожу в квадрат. Я захожу в квадрат G7. А, вот все, свет пошел. Так, поднимаем сразу корректировщика. Красивее стрелять. У меня корректировщика нету. Слушай, аугут очень неудобный все-таки. Вот не люблю я стрелять через корректировщики. Мне даже кажется, тот же самый глаз Саурона, да, он был читерный... Опа, все, светнулся-то. Он был читерный в плане того, что люди закидывали за острова без особого труда. Но я не могу стрелять под таким ракурсом. Мне просто не нравится. Ну, хотя фактически потренироваться, это даже лучше будет. Да, ракурс-то более-менее тут... Ой, ага, ловишь. Да, я подождал, пока сани переложатся, то есть вы видели. Ну, в общем, поэтому он поймал. Ну, блин, могло быть хуже, но одну башню, помню, я тебя в глухую выберу. Да, совсем в глухую, она на карме, и сейчас получается, мне смысла нет даже поворачиваться с кормой особо. Потому что там башня, ее под 45 градусов нужно вывернуть корпус. То есть, чтобы получить, ну, прям, ну, совсем получить, получается. Зато, кстати, вот, первые пожары, первые ласточки. Целый один. Бам! По-моему, был рикошет. Нормально. Я не заметил. Восемь километров, а вот это уже плохо. Я включаю хилку, чтобы не так быстро гореть. Жду, все-таки, заранее, ради одного очага не хочу тушиться. Слушай, кажется, каждое попадание, это сразу минус ПВУ какой-нибудь. Минус ПВУ, да, кстати, вот, вижу тебя там модули вышиблены. Слушай, зал, держи туда, ты посмотри. Неужели рикошетит? Неужели этот нос может рикошетить? Да не должен с такой дистанции, там должно как урановый лом все простреливать. Ну, сейчас будет пуск торпед, да, наверное? Пять километров, далековато. Да ну, Сань, ты не доживешь. Тебе были углы такие? Нет. Хотя... Так, дзинькнула. Что, дзинькнула башня? Ну, у тебя дзинькнула, она совсем блядь. Кстати, она вышла именно совсем. Слушай, ну, башня у меня до этого так не вылетали. Ну, опять же, тоже, я специально жить и не выцеливаю. Это смысла не имеет. Ну, вот опять же, да, есть торпеды, но я не рандомный игрок. Я все-таки стараюсь тебе не поворачиваться. Ай, мог бы повернуться. По-братски чисто. Опа, а вот тебе начинает траверс походу заходить. Кстати, были цитадели? Нет, Сань, цитадели не было. Нет, нет, и была бы цитадель, я бы сразу прочувствовал на минус сколько там? 14-15. 14, по-моему. Слушай, что-то как-то, то ли Монтана лучше держит, да? Ты по мне не бы бухами засадишь, нить? Нет, это фугасики, и я все по настройкам тебе бью, зачем-то. Слушай, это какое-то издевательство и расстреливание просто. Вообще странно, вот, блин, хорошо, что у нас не получилось за первый раз, потому что как-то результаты, а не что-то меня разбег удивляет. Опа, а вот тут мне уже надо подворачивать. Потому что Александр с двух километров сейчас просто может сделать не от АТА. Вот такие разговорчики в пользу бедных, да, что-то тут не попадают, там все дела. А вот сейчас, походу, будет пипец. Что думал, по упреждению, да, да, да. Ну, правда, мне сейчас, ой, будет. Ну, я ожидал большего. Урон, правда, у меня там все, что-то еще столько можно затоплено горит, и, ну, я отхилил. В то время случилось, что у тебя есть другой борт. У тебя и другой борт. Который же тоже выстрелишь, но для этого ты подставляешься боком. О, ты нещий поджог. Это ПМК. А это, да. Вот опять же, видишь, не так все радужно с торпедами. Я читал, советовали в комментариях, да вы там, пацаны, торпеды не использовали. Вот торпеды. Да, но, кстати, сколько у тебя тхп еще осталось при этом? То есть, нет-нет, а все-таки эти, почему, потихоньку дамажил, прижигал. Ну, ты мне 65 тысяч снял. Ну, это да. Так, ну что, теперь мы... Так, я создаю, ты на Яматку. Так, хорошо, я переобуваюсь на Ямата. Так, все, я создал. Будем продираться через многочисленных тренировщиков. О, есть контакт. Давай. Так. Кто хотел сказать, как нас быстро закинуло в бой? Ха-ха-ха-ха-ха. Балансер сегодня на высоте, да? Да, ну что ж, посмотрим топ линкоров Японии против топ крейсеров Японии. Что сейчас будет хуже у меня? У меня меньше стволов на три штуки. Сразу. У меня... Чуть, соответственно, чуть-чуть изряда ниже ДПМ. Во-первых, минус три ствола. И минус... В общем-то, перезарядка мне дольше будет. Это да, но... Калибр все-таки. И одна ББшка мне 17 тысяч снесет, если попадет в цитадель. И, насколько я помню, Яматки... Бонус такой есть. Кстати, не тестили почему-то. Почему мы это не тестили? Яматка должен в носовую оконечность загонять ББшки, Монтани и такому же Ямату. То есть, калибр хватает. Теория, да. Дуль-то там бешеная, просто бешеная. Ну, посмотрим, Сань. Единственное, что вот меня тоже смутило в той неудавшейся записи, которая сломалась. Там просто вот ББхи касались ЗАО, и у ЗАО только пол лица отлетало сразу. Ну да, но все равно Ямата горел, так горел, что... Да, там по 4 АЧГ было. Я думал, что до горит вам сколько у меня хп осталось? 4 тысячи. Слезы, да. 4 тысячи. И ты горел лучше. То есть, и ремки у тебя уже не было в этот момент. И там все совсем плохо было. Ну, там ты старался держать дистанцию, ты отходил, стрелял, мне приходилось ванговать, там ты маневрировал хорошо. А здесь... Ну, и сейчас я тоже буду, и не буду сейчас с тобой сталкиваться, встречаться, потому что это будет так же, как с Монтанкой. Иначе. В общем, торпеды в дуэли с линкором, если у линкор, если линкор, мол-мол, оп, все-то засветился. Да. Так, не горит. Кстати, скучность на 15 километрах по сравнению с Аммеров прям вообще нечто. Ну, оп, 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 оп. Слушай, нет, слушай, норм, норм. Да не, Славинка. 3000. Нет, я говорю, что не было такого, что... Вот мне нравится такая штука. Да, корабли должны ваншотиться. Корабли заложили, кучность другая. Совсем другая кучность. Вот на дыму он не сейчас поиграл. На той же самой дистанции совсем другая кучность. Ну вот, у тебя постоянно идут попадания, и хп у меня так-то, слушай, ну вот... Не горит больше десяточки ушло. Я потушился был пожар. А, был, да-да-да-да, на ленточке есть. А вот, пожалуйста, я еще дальше попадаю. И 16 километров прям совсем попадаю. А вот мне уже здесь печально. Слушай, давайте в следующий раз опять повторим крейсера, только найдем, не знаю, пару добровольцев, которые сядут на какие-нибудь авики, и будут засветку нам держать. Ну да, и не просто... А, нет, 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 даже не так. Не будем убивать. Сначала стреляйте сами постоянно, чтобы засвет постоянно был. Ну да, если прямо с респа и по засвету потом можно будет... А вот сейчас все плохо для Яматы. Не надо сближаться на ЗАО. ЗАО у нас получается снайпер с большой дистанцией. Ну почему? Второй, я тебе, второй черт. Наоборот, сближаться надо. Куда-то же загонять надо в какой-нибудь угол. Я говорю... Или ты решил сейчас развернуться и... ЗАО не должен сближаться. А, ЗАО, да. Хм. Да, хп тает. Ну, горишь, слабо, все-таки. Мал. И я хочу, чтобы ты больше горел. Понял, что ты хочешь, чтобы я больше горел. Вот смотрите, стрельба с линкора, это вы не имеете права просто ошибаться. Во-первых, это вангование. Здесь вот за счет разброса я все правильно угадал, но... Увы, увы, ах. Это было накрытие. Накрытие считается успешным попаданием в реале. У нас накрытие не дает ничего. Ну вот сейчас, кстати, почему-то... Ну, угол, наверное, да, корректировщик сел, и я сейчас стал меньше попадать. Ну вот я пытаюсь ванговать твои маневры. Ну вот я сванговал полторы тысячи, да, это не дамаг. Это не дамаг. А вот, блин, вот здесь нолик еще бы пририсовать, как в том бою. Там просто касался снаряд корабля и... Ну, это да. Но ты опять же, по-моему, есть... Как раз тысячи семьдесят снял в начале... Косты безнаказанных. Так же практически. Да нет, нет, Саш, как раз там... Дома кто бы проходил периодически там в конце у нас был напряжен. Все, загорелся. Ну, это опять один пажа. Сейчас вообще попадание без... Так, ой, я тут в границу уперся. Я сейчас выверну. Так, Александр подвалит. Ну, вообще, пока можно, я бы, честно говоря, использовал такую тактику. Есть свои плюсы в стрельбе по подвальщику. Надо просто знать. Ну, дистанция рвется, да. Кроме всего прочего. Так, два очагана тушится. Ай, подошелся после первого. Я бы сейчас... А, гори. Нет. Нет, нет. Да, ну нет, Саша. Блин. Знаешь, как обидно просто. Ремка работает 10 секунд. Ну, вообще, у меня просто сквозные какие-то прострелы непонятные. Так, вот опять пытаюсь стрелять немножко ниже. Думаю, что ты будешь маневрировать. Но хитрый Саша не маневрирует. Поэтому прекрасный идущий зал положится просто прямо ему под борт. Ну, вот зал уже, вот зал надо его где-то ловить, прижимать в углу в темном, потому что он... А ты его прижмешь в темном углу, а он тебе светлые торпеды. Угу, ну, тоже вариант. О, кстати, хорошее попадание. Как раз по рахилку первый раз использовать. Угу. Теперь тебе надо по носу попадать. Вот, кстати, чуть-чуть сблизился и начались попадания. Так. Потихоньку, потихоньку. Все же хорошо, хорошо попадает. 25 кхп, но я сейчас чувствую, пролетит просто две цитадели и меня сдует. Не факт. Ветерком. Рано или поздно налетит. Ммм, да слушай, как заколдованный. Что ты будешь делать? Ты видел? Я больше двух тысяч дамага не выбивал. Я уже все, я на самом деле вот видел, как летит. Пиди, вот пролетал как раз в корму. То есть, вот под тем углом должно было зайти. Ну, кстати, ты меня сейчас в угол загонишь. Так и что с того, у меня хп уже нету. Ну, что-то, да, тут такое уже прилетело. Кормовое орудие. Долго у меня разворачивается. Разворачивается очень долго. Ну, вот опять же, ДПМ у нас в игре рулит. То есть, на Монтане ты видел, я даже не маневрировал. Я просто выстоял все четыре башни и стрелял. А вот что случается. Ну, все, это я уже труп. Вот что получается, если крейсер все-таки подставляет. Фу. Есть. Фу. Можно выдохнуть. Слушай, я не сказал бы, что это было легко. Ну, да, каточка, судя по всему, для тебя была такая, нажал потная. Антоха, просто вздумайся в эти цифры. Попадание фугасных сарядов 76 с половиной тысяч. Поджогов 81 тысяч. Видите, сколько может тащить и хилить Ямато. Представьте, сколько вы таким образом, если вы танкуете крейсерский огонь... Сань, бери дымойно, я создаю комнату. Сколько это... Слушай, это в... Создал. Это четыре зао. Вот в хп это просто четыре зао. То есть, представьте, вы можете своей жопой бронированной на Ямато спасти четыре топовых крейсера в своей команде. И при этом еще кому-то нараздавать в процессе. Вот мы линкоры, линкоры там понерфили, линкоры горят. Ребята, работа у вас такая, гореть на линкорах. Потому что вы можете это вернуть. На третьем уровне брать вам суперинтенданта в качестве навыка командира, это просто обязательно. Потому что вы получаете еще одну халявную хилку, называя ее таким ММО-языком. Вот. По-моему, нагляднее объяснить уже некуда, Сань. Ну да, слушай, если раньше я на зал смотрел так, ну не то что с высока, но издалека так, ну нафиг он нужен и так далее. То есть, ну, действительно, зачем вы такой нужен? Вот, башен меньше, ДПМ меньше, там и так далее. Но точность на дальней дистанции, это прям вах. Да, ну Сань, не забывай тот бой, где ББшки Ямато просто рандомно выносили такой дамаг, что... Это ну, это... Если... Почесывался после попаданий. Это да, но если брать среднее между тем, как эти два боя взять и взять среднее, то получается ЗАУ выиграл. Ну, вообще, да, потому что там у Ямато осталось тоже хп всего ничего, в том, моем 4000 это да. Вау. Прям, слушай, я хочу зала теперь. Я сейчас чувствую, надо перебарить фрута Куаубу и прям вот вах. Я подожду, когда фрута Куаубу апнет в патче, и потом спокойно пойду по этке крейсеров. Думаю, что у меня куплено, стоит уже, он мне даже, по-моему, бой скатал. Ну, надо, да, дождаться. Дождаться патчек. Хотя, кстати... Я вообще не делаю по фрута Куаубу, смысл два раза делать? Ну, ну, ну... Ты знаешь, а может сделать два обзора? Ну, в смысле, два в одном? Было стало, да смысл? Было стало. А нет, а почему? То есть, есть очень много игроков, которые фрута Куаубу уже давно-давно переболели, прошли и ушли далеко вперед. Есть те, кто фрута Куаубу начали, но ее просто продали. Ну, Саш, может быть, такой подход тоже имеет право на жизнь, но вообще, я уже говорил, скажу еще раз. У видео, у каждого видео, вот у меня такое правило, у него должно быть, как минимум, оно должно от человека либо развлекать, либо учить чему-то новому. Идеальный вариант этому и другому. Ну, зачастую, когда человек купил фрута Куаубу, то ему надо просто вот здесь и сейчас посмотреть, как играть на этом. А какие-то аналитические измышления, это, конечно, прикольно, да, тоже их кто-то посмотрит с большим удовольствием, я думаю, но... Но нет, смотри. Больше человеку интересный... Ох, подвернешься-то, я зря выпустил этот залп. Ха-ха-ха, а я сейчас попробовал, знаешь, как... Опа, ты видел 5500, просто по надстройкам. Ну, это пока не целое. Вот они и умрут, вот это будет, да. Оп, при пожаре горите. Ну, в случае пожара горит только сейчас, вот, чувствую, когда салитит, но летит как-то косо. Вот так вот видели, а в прошлом бою такого не было. Это было цитадель. Так, надо тушиться, потому что... Чё-то дальше был антах. А, нет, Саш, это было не цитадель. Ты будешь смеяться. Сколько? Три попадания, 4. Ну, 4 было попадания. Четыре снаряда зашло. Опс. Зашло 3. Но это сквозняки теперь были. Угу. Так, слушай, чё-то как-то плохо живу. Бам! Откуда-то самого кончика кормы вытащил. Но я тебе еще тут пяток вытащил с кормы, но... Слушай, а ты горишь. У меня просто блокшот летит, Саша. Бам! Ну, это в надстройке. Вот выгодно так, как, посмотрите, как Саша маневрирует, это выгодно. То есть не идите бортом. Бортом его давно бы уже бы не было. Ну, не факт, раз просто такой, что... Ну, да, вот сейчас. Ну, знаешь, вероятность была бы выше, скажем так. Ну-ка. Так, я немножко переложу в другую сторону теперь. Привыкай теперь туда стрелять. У меня, знаешь, норм. Да, я чувствую. Да, перекладывай обратно. Нет, 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 нет. Ну, хп-то тает у этого, у Яматки. А, тает-то тает, но... Вот я думал, сейчас ты просто на воздух взлетишь, а нет. Ай, попадание не очень. То есть, ну, точнее... Так, два очага, пора... Слушай, каждый раз ты мне попадаешь, просто вот. Каждый зал... Бам! Прямо в башню! Прямое было попадание, но, по-моему, не наглухо. Нет, не наглухо, но все равно неприятно. Верю. Охотно. Те, че, я торможу, я же может починить просто. Так, пробую, конечно, хилку врубить, но че-то ты меня тут прям рвешь. Ну, видишь, дымой, скорострельность, да, круто, но скорострельность хороша на близких дистанциях. Здесь, вот, я в своем видео про Пенсаколу говорю, что да, она стреляет, скорострельность хуже, чем у Кливленда, к которому вы привыкли. Ну, фактическое, но количество попаданий, чуть ли не больше, потому что точность орудий, она... Оп, че-то как-то прыгнула, камера. Точность орудия, она позволяет больше загонять. Опа, я думал, у тебя так шикарно летело, а тут... Да у тебя каждый выстрел шикарно летело. Да, ну и нет. Сейчас, надо еще тебе нос подпалить. Для этого упреждения беру прям огромное. Так, разворот. Я тут, по-моему, проложал с упреждением, но рейн-корму, наверное, зацепят. Нет, 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 перекинул. Перекинул, но мне корма смещалась. Я все равно каждый раз пытаюсь смещаться. О, еще гори. Спасибо. Два пожара... У тебя ремка была? Да, пожара нету. Два... Две этих ленточки с пожаром выскочили. А пожара нет. А, ленточки были? Забавно. Ленточки были, а пожара нет. Вот сейчас мне нужно чуть-чуть прожить. Блин, подпалил таки. Живи. Стараюсь. Все равно, вроде... Сейчас погоди, ремка заработает. Вроде легче перестреливаю. Немножко добавлю хп. Ну, в общем, товарищи крейсера, не лезьте вблизи. Показала практика, что не стоит. Собенно какой-нибудь Монтане. Так, слушай, у нас хп-то равны практически. Осталось только вот-вот-вот-вот-вот чуть-чуть еще на попадать. Ну, ты можешь улететь от одного выстрела. То есть у Саши сейчас психологически тяжелее, чем мне. Блин, накрытие. Слушай, ты посмотри. Нет, тебе-то тоже, потому что ты можешь просто не попадать. И ты можешь идеально брать упреждение, но ты можешь не попадать. Да, то есть лотерея в линкорах, она присутствует. Бам! Вот так вот. А я думаю, уже не попаду. Выстрел будет результативен. Кстати, заметь, на где-то 11-12 километрах ты мне попадал у каждого выстрела. На дистанции 13 километров уже не все так красиво. Саша, сопреждение, у меня было все хорошо, поверь. Нет, вопрос не сопреждение, вопрос к разбросу, скорее. Ну, опять же... По ощущению, что он нелинейно растет. Бам! Ага, пожар. На Юте. Аремка есть? Есть. Блин! Шутка по поводу, а если найду. Так, 4К ХП. Надо добрать. Слушай, там что-то типа башня, кстати, попадает. Вот, кстати, ты сейчас... Там гол изменил, и мне стало совсем неудобно стрелять. Да знаешь, мне тоже не очень. А! Есть же этот... Мегакамера. 2К ХП? Видимо, что-то меня задело. Хилка... Да-да-да-да-да-да-да-да. Хилка пошла. А валидол такой, конечно, присутствует определенный. Блин. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, рассказывай. Попадание фугасными снарядами. 240. 101 тысячи дамагов. Фугасными снарядами. 70К пожарами. Ну, это просто фарм какой-то. Бессмысленный, беспощадный. Это просто два Ямата в одном. Просто два в одном практически. Без малого два Ямата просто. Ну, вот мне показывает попадание фугасных снарядов. Полученный урон на 101 тысячу. 101? 240 попаданий. То есть, не учитывается это то, что отгорение. Все эти дела. Да-да-да. А, ну, у меня 30 попаданий для линкора. Это нормально. Ребята, еще раз. Но отказать БП-шками 65 тысяч ты мне влил. Какие еще нужны примеры для того, что линкор должен танковать? Вы можете просто море ХП спасти для союзных эсминцев, для союзных линкоров. Потому что вражеская команда, она в минуту производит определенное количество снарядов. Больше, чем у нее стволов, произвести она не может. Если эти все снаряды будут доставаться низколевельным крейсерам, которые не могут отхиливаться, они потонут. Вы отряхнетесь с веселой улыбкой, поправив каску на голове, пойдете дальше. Ну что, Саня? Блин, слушай, это обычный тест, но столько валидола. Я не помню, чтобы за последние какие-то бои, как-то вот настолько сильно как-то потел и старался. И прям в ухо переживал еще. Хо-хо-хо-хо. Вот так вот. Это круто. Блин, класс. Ну что ж, ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Самое главное, пишите в комментариях, какую веселую наркоманию вы хотели увидеть бы еще. Причем, задавайте конкретные вопросы. Вот, я купил вот это и вот это. Жалко денег попробовать вот то-то и то-то. И мы обязательно это сделаем. Потому что вам для того, чтобы проверить какую-то конфигурацию, необходимо тратить свои кровные. А мы взяли, вот просто на халяву поставили любые модули. То есть мы можем тестить любые конфигурации. Пресс-аккаунты, они даны нам не для нашего развлечения, а в том числе для того, чтобы мы могли ставить эксперименты, на которых будете учиться и получать какую-то полезную информацию, ну именно вы. Поэтому, любые заявки, пишите, что Саша в комментах, что мне, мы их обязательно увидим. Да, да, да. На этом, наверное, все. Ждите новых выпусков. Всем пока.